Александр Григорьевич, идет последний день голосования, но уже можно сделать первые выводы об отличительных особенностях этой электоральной кампании. Вот нам, журналистам, сложно вспомнить, что когда-то было столько скандалов и провокаций. Причем зачастую со стороны тех, кто должен как раз-таки следить, что подобных инцидентов не было, я имею ввиду наблюдателей. И в адрес людей, которые работают в избирательных комиссиях, и звучат и угрозы, и оскорбления, и даже в адрес простых избирателей, в случае в Бресте. Вот хотелось бы услышать ваше мнение, к чему это и что с этим делать? Я знаю, что с этим делать. Если уж абсолютно искренне, но не хотим мы создавать определенные напряженности вокруг даже этих скандалов. Вот я пришел и комиссии задаю вопросы и пошутил, что это сегодня бойцы видимого фронта. Они сегодня на передовой. Ну что ж, это их время. Время избрало их. Судьба у них такая, надо выдержать. Их пытаются вытащить, шантажировать как-то, спровоцировать на что-то. Но они молодцы. Я знаю 6 случаев на вечер вчерашнего дня, когда поступили вот таким образом, как вы сказали и прочее. У нас они задокументированы, и мы с этими людьми разберемся по закону. Я просто не хочу сейчас, прошу людей, чтобы они не создавали проблем, ибо кто-то потом скажет, слушайте, так это дактатор, тут наклонил общество, людей заставил, вот он не давал и прочее. Надо потерпеть. С ними мы разберемся. Вот приведем выбор и разберемся. Но я вчера, позавчера, во второй половине дня через главу администрации, вот там присутствую, отдал распоряжение прежде всего милиции и спецслужбам. Просекать жестоко подобные вещи. Особенно, когда начинают третировать семью. Чтобы они мне не жаловались. Я обязан их защитить. Жестко, это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок, начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что я их сдерживал, давайте так, давайте по-человечески, давайте спокойно. Но некоторые не понимают это. Вот шесть таких случаев уже на вечер вчера было. Ну, минут шесть. Но я не хочу, чтобы даже человек один из комиссии, вот они, пострадали. В чем мы не виноваты? Вот они сидят, они работают, их попросили. Они же это денег даже не получают. А вы начинаете их третировать. Отвернем голову и повыворачиваем руки, кто будет себя подобным образом вести.